Музыка Невозможно разделить центр, так как он у нас и жилой, и исторический, и одновременно деловой. Что же нам делать? У нас получился транспортный коллапс. Я созвонился с Усмановым Ленуром Абдулхамитовичем. Мы обсудили эту проблематику и выступили вместе с первым репортажем на площади Нахимова, где были предложены варианты автопарковок. Это была только часть плана, порученного комиссией нам для обследования города Севастополя. В частности, в основном обследовался этот центр города. При обследовании центра мы делали фото-видеосъемку. Материалы фото-видеосъемки будут предложены корреспондентам отдельно. И выявили около 10 вариаций парковок, стоянок. И вообще, как модернизировать наш городской центр, чтобы сделать разгрузку транспорта, и чтобы это было не такое болезненное состояние общественности по отношению к изменениям в движении и постановке транспорта. Я зачитаю те места, то есть наименование тех мест, которые мы обследовали. А. Использовать под автопарковку всю площадку пассажирского порта. Задается вопрос, там же таможнями сказали. Я говорю, ну и что, что таможня? Что это не наш город? А таможенники, может быть, американские? Нет, они наши, российские таможенники. И в этот план входит, почему бы не дать таможенникам зарабатывать, получать деньги от платной таможни, пустующей площадки, которая годами, месяцами пустует. Судов практически нет. Город может это решить, задачу проезда к этой парковке. И если сюда приходят, то на это время парковка прекращает работу полностью или частично. Я думаю, таможенники не будут возражать от дополнительных поступлений свой бюджет, меньше будут обращаться в государственный бюджет. Дальше, вернуть полное или частичное использование парковки на площади Нахимова. У нас существуют праздничные дни, где большой приток автотранспорта идет у нас со стороны. Ну и жители нашего города не могут переехать все на троллейбусах, так как их все-таки ограниченное количество. И потому предложение открыть полностью, вернуть автопарковку, ну может быть, в измененном состоянии на площади Нахимова, или ее частично сделать, а также сделать ее, может быть, платную. Платную также и автопарковку сделать, это уже логически я упомянул, это в порту. Далее, вы видели, что машины паркуются кто как может. И прямо, и косые, и на бордюры. Мы предлагаем установить специальные знаки и разграфить эти дороги под углом 45 градусов. Знаки будут также регулировать. Такой угол даст возможность более компактному размещению автотранспорта. Ну, службе ГИБДД следить за вот этим процессом в постановке автотранспорта. Снять ограничения парковки в выходные и праздничные дни вдоль линии дорог по улице Ленина от площади Суворова, слева со стороны здания, по этой стороне, до здания правительства, здания правительства до дворца детства и юности. Д. Разрешить парковку на некоторых островках безопасности по всему городу. Мне говорят, ну, это правило нарушения дорожного движения. Я на это отвечаю. Мы сейчас не делаем оценку, можно, не можно. Мы видим пустые площадки, мы их просто оговариваем. А вообще, мы можем решить, мы можем временно, чрезвычайное положение, решить эти автопарковки, то есть островки в ограниченном количестве, использовать, расчертить их так, как ставить машину, и нарисовать на дороге места переходов к этим парковкам. Ну, как бы, шеходный переход, чтобы это было. Потому что машины все равно там стоят. Да, потому что машины вы видите. И у здания суда, у здания, то есть на площади Революции, ну, теперь площадь Лазарева. Это стихия, ну, от этого, получается, никуда не деться. И мы видели, как с площади Лазарева вывозят машины, а здания суда почему-то не вывозят. Ну, давайте быть реалистами. Почему в одном куске города можно, а в другом нельзя? Мы позвонили в службу по парковкам, оказалось, там 2000 штраф, а здесь 500 рублей штраф. Опять нам стало непонятно, ну, что за чакарда такая. Вот, это непорядок. Дальше, реконструируют грунтовую площадку возле стадиона Чайки. Вы знаете, там, где забор выходит в гостиницу Крым, существует автопарковка. Напротив нее большая клумба. Она все, она, это грязевое месиво, наверное, даже летом. И, естественно, оно не пустует, тогда, когда арбузно-картофельный сезон. Там располагаются нелегально арбузники и овощеводы, кто продает. Вот эту площадку реконструируют. Она даст дополнительно приток, то есть установку транспорта более компактно. Далее, парковка на заброшенном пустыре слева от площадки аллеи Матросского бульвара. Матросский бульвар вообще-то военный городок. Задаемся вопрос, а как это город решит? Ну, это как бы был военный городок, заведует это флот. Ну, даже если нам известно, что эту площадку передали городу или намериваются передавать, но до передачи можно договориться с флотом временно, реконструировать ее, использовать, засыпать даже щебенком, использовать как парковку, потому что она, наверное, более двух десятилетий находится в состоянии грунтовых развалок. То бишь, она есть площадка, но она не используется. Мы граждане города Севастополя, почему нам не договориться? А также, если ее использовать платно, как и парковку в порту, то я также предлагаю заработать таможню. Пускай таможня получает доход от этого. Здесь будет флот получать дополнительный доход, городу будет доход, если сделать красиво. А когда они там соберутся что-либо строить, вместо того, что они засыпали там с площадку ямы, кто житель Севастополя коренной знает, это засыпана там с площадкой ямы, на которой я мальчиком был, я не ходил, но только видел, и воспоминания остались. Дальше. Рассмотреть под парковку площадку на улице Портовая за городским холодильником. На улице Портовая проходили железнодорожные линии, которые вели к холодильнику. Теперь рельсов нет, благодаря нашим металлистам и сезону, когда подбирался весь металл, подобрали рельсы. Теперь там огромная площадка, заросшая бурьяном. Она не имеет четкой конфигурации прямоугольной, но это огромная площадка. Вот ее используют. Дальше. Закончить реконструкцию двух площадок на мысе Хрустальной. Все эти две площадки знают, когда поднимаешься к памятнику матросу и солдату, они находятся с правой стороны между памятником и гидрофизическим институтом. По-моему, так. Вот. И далее. Реконструкция парковочных мест возле штаба флота. Когда мы спускаемся на улицу Ленина, штаба флота, мы видим, там стоят машины. Это, наверное, штабы тех, кто работает при штабе. И нам пришло в голову, а почему бы верхнюю площадку не удлинить и над нижней площадкой построить бетонный навес мощный. То бишь, окажется, нижняя площадка крытая, а верхняя еще удлинится. Резерв, большой резерв. Вот. Дальше. Реконструкция навесная так. И в заключение скажу так. Мы знаем загороднюю балку, знаем магазин «Консоль Плаза». Так вот, мы предлагаем рядом с магазином по ходу движения место жилого дома, людям дать квартиры, и построить парковку подземную и надземную в несколько этажей. 25 на 25 примерно метров позволят построить несколько этажей. Может быть, пару-тройку этажей вниз или один этаж вниз, остальные вверх. Ну, количество этажей не имеет сейчас принципиального значения для обсуждения. Вот. Эту мне идею подали таксисты. Потому что, говорят, согласны, мы обсуждали эту тему, и люди согласны по 100 рублей платить за такую парковку платную. Не 50, как на парковках, а в такую заезжать. И при таком раскладе такая парковка в 2-3 года окупит себя. А если город не будет отдавать ее в частные руки, оставить при городской, это постоянный приток в бюджет. Вообще, с парковок можно сделать хороший приток в бюджет. Вот это и стоит обсудить.